Всем привет, друзья! И вот наступила нормальная зима! Нормальная зима! Под конец января уже наступила хорошая морозная зима. Там выпали крупные осадки. Ну, посмотрите. Смотрите, сколько слило. Но он еще охлажден. И что ж, ребят, зима зимой, но птиц никто не отменял. Хоть и наступила зима, зимой также придают хорошие виды птиц. Это свиристели, ополомники, всякие другие синицы, которые вы можете увидеть только зимой. Ну, и можно найти ее и летом, но зимой их хорошо можно просмотреть. Ну, и сегодня мы отправимся, конечно же, наблюдать за птицами. Наверное, пойдем в лес или в какую-нибудь опушку. Вот. Или в опушку. Так. С собой у меня аппаратурка. Бинокли их, три штуки. Конечно же, определитель. Я практически знаю всех птиц из России. Их там 728 лучших видов. Но в итоге где-то тысяча. Все остальное. Ну и, конечно же, согреться у меня есть. С собой. Хороший чуркаш, чтобы разжечь огонь. Ох. Сегодня теплый, отличный день. Чтобы понаблюдать. Больше даже не знаю, что. Ну, или даже можно поймать птиц. Ну, поскольку сетка у меня порвалась, мы понаблюдаем за птицами. А можно даже и поймать, как я и сказал. Ладно. Пошли. Здесь очень выпало много снега. Тут реально крупные осадки снега. Я иду прям и утопаю в нем. Но, поскольку я здесь много живу, это не самое максимальное количество осадка снега здесь. Было и побольше. Прямо ходило с поясом. Сейчас я просто прогуливаюсь. Смотрю, что и здесь... На что здесь можно посмотреть точнее. Ну, пока увидел двух перепелятников. Маленьких пока. Самочек. Вот. А остальное все занимает синицы, лазаревки. Вот. Протопал я большой, конечно, путь. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такое вот утро я сейчас встретил. Просто красивейшее утро. Все покрыто и небо. Тут просто невероятные кадры. Прям, не знаю. Камера не передает этот красот. Питают синицы большие. На них и понаблюдающиеся. А вот и большая синица, голова которой черная и с белыми щечками и затылком. Спина и сторона зеленоватая, ну, реже голубоватая. Брюшко ярко-желтое с черной продольной полосой. И более широкой полосой это у самцов, так и они различаются. У самок более узкая полоска. Их называют галстучки. Гнездится в лесах и парках европейской части России. Это Кавказ, Юго-Сибири и Преамурья. Чаще других синиц поселяется рядом с человеком. Обычный посетитель кормушек в городских парках. Кое-где к декабрю синицы уже приучаются брать корм с протянутой ладони. Песень, похожая на размеренный звон колокольчика. Песенка большой синицы – первый признак приближения весны на хмурых, обледневших улицах больших городов. Обычно ее можно услышать в первый солнечный день февраля. Вот он, красавец, обыкновенный снегир. Полоса у него на крыле чисто белая, щеки и грудь у самцов красная, на Кавказе и большей части лесной зоны. Или красно-розовый у птиц из Магаданской области, Камчатки и Северных Кури. У самок и у молодых птиц буровато-серые. Они сдятся и зимуют почти по всей лесной зоне, кроме юга-дальнего востока. Летом снегирь обитает как в густых лесах, так и в редколесьях, на краях горей и вырубок. Но держится очень скрытно и редко попадает на глаза. Зато зимой не заметить разноцветную стайку снегирей просто невозможно. Самый обычный дятел. Почти повсюду в России. Размером крупнее дрозда. На крыле большое белое пятно, спина черная, бока белые, у кавказских птиц буроватые. На голове у молодых красная шапочка, на груди иногда истрины. У самцов красное пятно на затылке, а под хвостик у них розовое. Распространен повсюду, в лесной или состепной зонах. В периодах качевок появляются в тундрах и степях. В лесу можно найти так называемые кузницы-гядлы. Они или трюклявые стволы, в щелях которых они заклинивают шишки, и желудки, чтобы было удобнее расклевывать. Внизу, под старой кузницей, нередко образуются кучи характерно расклеванных шишек. Весной часто пьют березовый сок, оставляя на стволах аккуратные горизонтальные ряды и маленьких отверстий в бересте. Нередко поедают яйца и птенцов, разоряя гнезда мелких воробийных птиц. Также свистель это большоголовая серваторозовая птица, размером со скворца, с большим, хорошо заметным хохолком. Помимо хохолка, характерен относительно короткий хвост черной окраски, широкой, с желтой полосой по краю. Крылья черные, с желтыми и белыми полосками. Второстепенные маховые перья оканчиваются небольшими ярко-красными пластинками, которые, однако, видны только вблизи. Молодые к зиме почти неотличимы от взрослых. Полет прямой, летящая стая, например, стая скворцов. Сверстель также это северная таежная птица, в Подмосковье дважды пролетающая и зимующая. Может быть встречена по всей области в местах, богатых ягодами рябины, боярышника и других ягодных пород. Численность сильно колебается по годам, в отдельные сезоны вид может быть достаточно многочисленным. Обыковенный поползень, верголовый который серый, брюхо охристое белое, с рыжими боками, бока хвоста черно-белые. Гнездится поползень и зимует почти по всей лесной зоне на Кавказе. Занимая дупло дятлов, вход обмазывает глиной, чтобы сделать его более узким и недоступным для хищников. Очень редко строят гнезда в щелях, скалах и в тайге. Кормится обычно на толстых стволах деревьев, двигаясь при этом вниз головой. Часто посещает кормушки в городских парках и приучается брать корм с протянутой ладони. На зиму запасает семена деревьев, в трещинах коры. Значительная часть этих запасов впоследствии черного достаются синицам. Благодаря своемуобразной манере движения поползень, избегает конкуренции со своим товарищем по стайкам, синицам и пищухам. Ползая вниз по стволу, он достает мелких насекомых в основании из трещин коры, открывающая кверху, в то время как синицы из открывающих вбок, а пищухи вниз. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ